Рабочий Дмитрий Маляр самарские дороги ремонтирует второй сезон. В прошлом прошел учебную практику от строительного колледжа. Сейчас, устроившись на работу, продолжает постигать тонкости профессии. Рассказывает на перекрестке улиц Пентинская-Владимирская участок ремонта сложный. Заасфальтировать нужно дорогу, на которой находятся трамвайные пути. При подготовке трамвайного междупутья к укладке требуется максимальная аккуратность. Единственная сложность заключается в том, чтобы вытащить асфальт из-под рельс. Можно повредить рельсы и перемычки, которые их сцепляют. Проводилось вскрытие с помощью трактора и отбойных молотков. На то, чтобы отремонтировать перекресток, Владимирская-Пентинская у рабочих одна ночь. Технология позволяет. Сначала убирают старое изношенное дорожное полотно в межрельсовом пространстве. Выравнивают и уплотняют основание дороги асфальтобетонным гранулятом. Затем в два слоя укладывают литую смесь ЛА-11ВТ. Она предназначена для участков дорог с тяжелыми условиями эксплуатации, в том числе и вибрации при трамвайном движении. Общая площадь ремонта чуть более 70 квадратных метров. Периметр перекрестка узкий. Здесь высокая интенсивность движения. Для высокой интенсивности движения эта смесь наиболее оптимальна. Смесь для нижнего слоя покрытия и для верхнего слоя покрытия одинаковая. То есть она не отличается. Но ввиду того, что появились новые ГОСТы и ГОСТами нормирована толщина максимального слоя, значит здесь предполагается устройство именно двухслойного покрытия. Нижний слой 4 см и верхний слой тоже 4 см. В общей сложности 8 см покрытия, оно рассчитано для того, чтобы нести ту нагрузку, которая приходится на этот перекресток. Сверху, после устройства верхнего слоя, устраивается поверхностная обработка, насыпается черный щебень по горячей смеси и выдавливается катком для обеспечения шероховатости покрытия и повышения его сцепных качеств. Когда асфальт остынет с 220 до 40-45 градусов Цельсия, по отремонтированному участку дороги пускают транспорт. Трамваи же и во время ремонта проезжают через перекресток. Их пропускают в течение нескольких минут, сразу после завершения очередной технологической операции. Измеряют температуру покрытия пирометрами. Приборы есть у каждого мастера участка и водителя Кехера в каждой бригаде. Принцип работы основан на инфракрасном датчике и лазерном указателе поверхности. Контролирует качество ремонта заказчик и его подведомственное муниципальное учреждение дорожное хозяйство. Смесь отбирается для испытаний лабораторных. Впоследствии будет понятно, соответствует ли она ГОСТам и рецептам, ранее согласованными подрядными организациями. Также после устройства и остывания смеси, также лаборатория выезжает, отбирается керна для измерения толщины покрытия. Если все критерии соответствуют условиям муниципального контракта, то такие работы принимаются. В случае, если какие-то условия не выполнены, подрядная организация переделывает свои работы до достижения качества установленного условиями муниципального контракта. В Самаре на средства НАЦПроекта «Безопасные качественные дороги» уже отремонтированы три перекрестка. Проспект Ленина и Первомайская, Осипенко, Челюскинцев. В ночь на 29 марта приводили еще два – на Владимирской, Пензенской и Коммунистической, Калинической. Впереди более сложный перекресток – пересечение улиц Киевской и Тухачевского. Сначала ТТУ заменит специализированные тяги. Затем между рельсами дорожно-строительная организация уложит литой асфальт по той же технологии, что и на предыдущих перекрестках. В ближайшие дни приступят к масштабному обновлению дорог по НАЦПроекту. В первоочередном порядке работами планируется охватить улицы Береговая, Уральская, Республиканская, Алма-Атинская, Южный мост с путепроводом «Аврора». Всего за новый дорожно-строительный сезон в Самаре обновят 42 участка дорог местного значения с совокупной протяженностью почти 43 километра. Виктория Шарая, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.